На совещании подвели итоги форума «Россия. Спортивная держава». Пленарные заседания, конференции, круглые столы, мастер-классы о чемпионах. В Чебоксарах за три дня прошло более ста делах мероприятий и спортивных акций. Жители республики подтвердили на личном примере, что их регион самый спортивный. Только на старт оздоровительной ходьбы 9 октября вышли 30 тысяч человек. Еще тысячи смельчаков попыталось сдать нормативы комплекса ГТО. Популярностью в эти дни пользовались и выставочные павильоны. Горожанам показывали инновации отрасли и новинки спортивной литературы. Мастер-классы о чемпионах тоже проходили с аншлагом. В них приняли участие 400 специалистов. На протяжении трех дней республика встречала гостей. Еще накануне форума в Чебоксары прилетел президент России Владимир Путин. В Чувашию также побывали члены российского правительства, федеральные министры и более 50 олимпийских чемпионов. Вообще столичный аэропорт в дни форума принял 25 рейсов. Представители региональных делегаций и главы других регионов внимательно присматривались, как Чувашия принимает события мирового масштаба. Заинтересовал гостей и опыт региона в развитии массового спорта. То, что вы ввели индивидуальный номер для каждого человека, кто занимается спортом, и эта база позволяет отслеживать, мониторить всю эту ситуацию, я считаю, что это очень хорошая работа. Мы ее обязательно у себя будем перенимать. То есть мы приехали учиться к вам. Чувашия дает хороших спортсменов, хорошо развит массовый спорт. Регион находится один из первых и по массовому спорту, и по спорту высших достижений. Это правильно, что приехали сюда полторы тысячи человек, заявилось на участие в форуме. После победы России на Олимпийских играх, не только проведение победы, это проведение Олимпийских игр, а еще победа спортивная, это, конечно, Россия стала великой спортивной державой. И так, форум, это каждый раз проходит, когда здесь форум, это новые встречи, новые знакомства, новые какие-то новшества в проведении тренировок и организации соревнований. Это всегда движение вперед.